доброе утро дорогие друзья сегодня уже по моему 10 января если я не ошибаюсь и посмотрите какой красивый у нас сегодня рассвет не могла не показать вам это но это же просто чудо так и хочется сказать остановись мгновение ты прекрасно как же это красиво посмотрите оранжево-розовый желтый какие красивые цвета и серое облако очень красиво я занимаюсь здесь по хозяйству меняю белье постельное подняла взгляд и просто обалдела то монет надо это заснять вчера до довязала я занавеску уже ее довела до ума нашла отбеливатель амбеевский целую упаковку я вам уже рассказывала и по моему все очень хорошо получилось я прикладывала моточек оставшиеся на занавеску и вижу что разница есть но и по воде я видела сначала я ее конечно постирала потому что пряжа белая пряжа ирис несколько раз повторяю видео и все равно спрашивают какая пряжа кировский ирис 500 метров на 100 грамм вязала крючком 125 кловер почему акцент делаю на фирме крючка потому что все крючки разные один и тот же размер но головка отличается так вот я вязала крючком ковер у меня других просто нет я остановилась на этом крючке и больше никакой не хочу занавеска весит 270 грамм у меня осталось 30 грамм от 300 грамм вот так красиво это выглядит друзья я ее вчера накрахмалила вот такая красота получилась она держит форму сегодня я отутюжила отпарила все осушила прям здесь на окне то есть после того как я отбелила варила просто на плите варила в этом отбеливателе ну там не знаю минут пять десять может вот потом вы полоскала и заварила крахмал и от крахмалила это дело очень красиво получилось в свете этого рассвета вообще красота да друзья вяжите конечно как захотите но мне кажется вот это расположение именно такое расположение цветочков ну это самое то я как-то ошиблась в общем заслушалась я когда вижу слушаю аудиокниги и пропустила не один рядочек между цветами а два рядочка конечно потом распустила но я увидела что нет это не то чуть реже цветочки будут смотреться по-другому он ну как же в свете рассвета посмотрите какой приобретает цвет занавеска но это просто чудо а вообще друзья я хочу вам сказать что все творческие люди неважно что они делают они волшебники но вот как из пряжи просто из пасмы получается вот такая красота из моточка пряжи мы получаем вещь и причем такую красивую вот значит как я решила крепление помните я вам говорила здесь время на крючочке вот видно крючок не видно вот он вот крючок этот временно но нет ничего постоянного как временно многие так говорят мне не хватило одного крючка алешек покупал две упаковочки вот таких крючков в леруа мерлен ну вот попрошу его чтобы он опять их нашел эти крючки это крючки которые вкручиваются они с резьбой я их просто рукой взяла вот так вот и вкрутила в окно да ну не в окно ваш как-то откос называется да и повесила здесь сверху вот эта шторка закрывает не видно как эти крючки там висят в общем не стала я морочить голову думала на кольца посадить с перекладиной с это я вам уже рассказывала у меня вот есть сейчас я вам покажу вот такие штуки ну на которые штанга кладется это может быть из шкафа я не знаю откуда они и я хотела здесь что-то думать но потом решила что окно такое узкое друзья что да обойдусь я и крючками легко снять ну что мне стоит вот взять и просто снять эту занавеску с крючка да ничего не стоит если вдруг мне захочется открыто окно я вам уже говорила вот там этот фонарь стоит и я люблю наблюдать когда идет дождь снег на фоне фонаря это просто сказка ну я просто одним движением сниму эту занавеску с этих крючочков дешевых я уж не знаю сколько они стоят ну пусть 100 рублей даже они стоят а вот и все так что на втором окне тоже буду скорее всего крепить на крючки пока зима пока окно не открывается вот красота красивая друзья я не могу налюбоваться вот в такой упаковке продавались эти крючочки что здесь написано шуруп полукольку полукольцо о как называется не крючок а шуруп полукольцо вот имейте ввиду вот в леруа мерлен покупал лёшик сегодня начну вязать вторую занавеску конечно же начну с каймы вот 30 грамм у меня осталось от 300 грамм но там было 305 грамм в пасме ну вот двести семьдесят пять грамм занавеска размер здесь где-то метр 10 на 90 вот так может быть чуть поменьше не знаю я специально уж не совсем до конца ну как бы вязала чтобы красиво смотрелась вот эта кайма на фоне окна чтобы она не на белом фоне было все-таки на фоне окна но и поменяла я местами теперь вот этот ловит снов которые я вязала самостоятельно из пряжи astra да друзья пряжу astra давно не выпускают там танечка шикуля писала что покупала в магазине который ну при троицкой фабрике таня возможно это остатки ты покупала потому что я еще года три назад наверно то может быть и больше пыталась как-то искать на сайте эту пряжу я уже ее не нашла в интернет-магазине и не виду у них есть и шоу-рум при фабрике и интернет-магазин так вот я ее уже не нашла и вот теперь этот ловец снов очень хорошо гармонирует вот с этой вязаной занавеской так что поменяла местами 2 ловец снов повешу в комнату там где диван в комнату с камином какие они теперь называем любуюсь друзья вчера весь вечер любовалась пока она сохла на окошке это занавеска да сразу отвечу на вопрос еще кайма занимает где-то 15 сантиметров но это при моем крючке 125 и при пряжи ирис кировский вот по моему все параметры я вам сказала 270 грамм занавеска кировского ириса пошло вы прям картинка меняется уже совсем другая песня да все красота уходит полюбовались мы с вами словили этот момент на улице у нас сегодня минус 16 немножко потихонечку мороз и начинает спадать было 20 22 вот сейчас уже немножко потеплее стопы если так можно это назвать теперь отвечу еще на один вопрос вот по поводу вот этой пряжи был вопрос а не будет ли как это будет смотреться ну да белая занавеска это цвет и крю друзья это же занавеска будет в другой комнате она будет вот здесь в рабочем кабинете так скажем в зоне рабочего кабинета это у нас здесь и гостиная помните да камин здесь диван ну и вот здесь вот зона рабочего кабинета так скажем состоит моя швейная машина стол вот поэтому это занавесочка будет здесь ничего страшного в этом нет не везде же вязать белые занавески потом был вопрос ой вы отбеливать собрались а я наоборот люблю цвет и крю я тоже люблю цвет и крю но когда это не пойми какой цвет то есть и не белый и не серый какой-то грязно-белый так скажем да то я предпочитаю но куда-то в какую-то сторону идти ну конечно же я ее отбелила чтобы она была белой вот а вообще я тоже да я люблю цвет и крю здесь будет коротенькая занавесочка ну я не знаю сколько на нее ну грамм 100 пойдет в то что останется на другое окно там где у меня стоит самодельный наш шкаф я имею ввиду вот это окошко вот здесь я тоже свяжу ее но где-то вот так не совсем до конца чтобы здесь и книга моя помещалась но и тут все всяких причиндалов тут вот и ножницы и угольник сантиметры утюг стоит чтобы вот так вот она где-то было думаю что тоже будет красиво и надеюсь мне хватит этой фряжи теперь еще был вопрос лена я бы связала и на кухню такую занавеску я вы знаете мне настолько нравится вот эта моя занавеска которую я покупала в магазине вайберис давным давным-давно она наверное лет десять у меня провисела в москве в московской квартире и теперь перебазировалась в славный город чиплыгин вот и она мне настолько нравится друзья что я не хочу ее менять кстати этот комплект состоял из нескольких занавесок здесь были шторки и коротенькая занавеска ну вот такая вот шторки у меня лежат они такого коричневого цвета может быть вы видели такой прям кофе кофе и кофе с молоком а кофе кофе вот и они здесь висели эти шторы когда еще не было ремонта когда я только-только приехала но сейчас я сделала вот такую штору пошила рулоны из того что было это от старых хозяева осталось штора я и переделала в рулонную и вот теперь она красуется у нас здесь на кухне вот здесь я ничего не хочу друзья менять если бы не было у меня вот этой занавески красивую чудо я бы конечно же сюда связала ну а поскольку она есть мне не хочется здесь ну вот вообще ничего менять мне очень нравится как это выглядит вот и потом здесь есть еще плотная вот такая жалюзи которая с той стороны такой цвет имеет стальной это отражающие солнечные лучи она спасает так скажем от солнца поэтому здесь уже если вязать то это будет уже перебор ничего здесь пока не буду вязать это не пока вообще не буду каким-то образом не испортится это занавеска вот она остальные окошки да вот я вам уже рассказала свои планы поэтому буду вязать расстелила здесь кстати друзья вот эти вот коврики как же любят на них спать и коты и вот садится я то сюда положу то на стол положу очень они любят вот эти коврики из трикотажной пряжи тоже был вопрос а что это за коврики из трикотажной у вас связаны вот это на трикотажная пряжа друзья вот есть здесь и киви вот и это пряжа это я уже распускала был лежак для котов я уже рассказывала который почему-то перестал держать форму я распустила и связала коврик а вот это пряжа это пряжа ты декор вы спрашивали как она вам друзья за по такой цене мне очень хорошая это пряжа до соединение там не очень аккуратно и я честно вам об этом говорю я переделываю мне ничего не стоит там убрать это соединение в пряжи и переделать руками просто иглой беру сшиваю аккуратно вот но извините по 120 140 рублей за 400 грамм пряжи вы нигде не купите выглядит она очень очень замечательно так что я очень благодарна магазин это декор который предоставил мне эту пряжу в рамках сотрудничества кстати вот здесь вот лежат вот эти штуки это я может быть буду делать крепление это все было это от старых карнизов или на которых держали шторы я вот это буду скорее всего крепить вот сюда а сюда буду я уже нашла на улице материал штангу такую штангу я не знаю что это ну короче металл который я покрашу будет вставляться вот сюда и штора будет держаться вот в комнате с камином вот на таких креплениях вот вообще я обожаю что-то творить своими руками и вообще хочу друзья сказать что идет такое время я вас не пугай но уже будут цениться люди рукастые так скажем не офисный планктон а именно люди которые что-то могут делать вот так что стремитесь к творчеству повторюсь уже как-то я говорила имейте пытливый ум да кстати сейчас в т-декор это мне антон написал будут они производить пряжу для макроме и мне пришлют ее на обзор я очень-очень хочу освоить эту технику макроме вот здесь висит у меня авоська и это моя первая проба пера авоська из трикотажной пряжи так что из трикотажной пряжи тоже можно вязать макроме ну конечно же хотелось научиться вязать и пряжа которая именно канат это для макроме нить для макроме шпагат как там она называется так что скоро друзья я и буду осваивать и это я думаю что для пробы пера неплохо правда простые узлы я уж не помню как они там называются плоский узел по моему вот это кстати ручки тоже от магазина т-декора вообще заглядывайте в этот магазин там много чего интересного и для рукоделия и для дома текстиль постельное белье ну в общем много там кто не знает загляните и цены там привлекательные так что в этом году я мечтаю если придет это пряжа от и декор для макроме конечно же буду осваивать эту технику я к чему все это говорю вот вы знаете пишут там не покажите расскажите я начинающие друзья я же тоже начинающие но вот эти узлы мне же тоже никто не показывал да я все нашла на ю тубе просто нужно иметь желание чему-то научиться понимаете и не просто поглощать попительные мастер-классы может быть что-то в них менять я понимаю что они тоже нужны согласна с вами но не надо вот ну нужно выходить за рамки так скажем за рамки вашего мастер-класса которую вам предоставили а расширять свою фантазию свои навыки и иметь очень сильное желание чему-то научиться ну вот пожалуй на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока а